Весной этого года стало понятно, что пекари не смогут удержать цены на хлеб без поддержки государства. Подорожали хлебопекарная мука, дрожжи, сахар, маргарин, молочные продукты. Подорожала логистика и оборудование. Тогда Минэкономики объявила, что готовы предоставить местным пекарням и хлебозаводам специальные субсидии на производство нарезного батона и ржаного хлеба. 13 миллионов распределили в зависимости от объема выпекаемого хлеба. Мы договаривались обсудить, какие меры по развитию и поддержке хлебопекарной промышленности у нас в республике, какие у нас перспективы у наших предприятий. И очень важно тоже об этом знать, что у нас с рынками. Спустя почти полгода после этих событий в Минэкономике и Минсельхозе параллельно подсчитали эффективность этой поддержки и других мер. Министр экономики говорит об этом на совещании в Доме республики. Как мы можем хлебопекам помочь и что доносим до них, это специально разработанный микрозайд на закупку сырья для производства хлеба и хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий. Соответственно 7% годовых, сумма займа до 5 миллионов рублей. Министр сельского хозяйства в свою очередь сообщил, что сейчас в регионе стабильно работают 65 производителей хлеба. Самый крупный – это Саранский хлебозавод. Он выпекает в месяц больше 300 тонн хлеба, булок, тортов, пирожных, печенья и пряников. Хлебозавод является единственным предприятием республики, то есть выполняющим его заданием, поэтому имеет репутацию устойчивого и стабильного в центре предприятия. На сегодняшний день выпускается ежедневно до 15 тонн продукции, а максимальный мостик в этих условиях до 65 тонн в сутки может пускать это предприятие. Но крупному бизнесу сложнее подстраиваться под потребителя. В последнее время небольшие пекарни у дома стали особенно популярны. Но программы субсидирования до них часто не доходят, или это совсем крошечки. Российский союз пекарей обратился в Госдуму с просьбой увеличить размер субсидий с 2,5 рублей на килограмм хлеба до 7,5 рублей. А еще распространить ее на более широкий ассортимент выпечки. Например, на сдобные, слоеные и диетические изделия. А еще пекари просят расширить период получения субсидий. Ну и, как водится, сократить пакет документов на получение господдержки. Юлия Порунова. Наши новости.